Всем привет! Меня зовут Софья и я с большой радостью вас приветствую на своем канале АУКАРА. Добро пожаловать! Здесь мы будем с вами говорить о вышивке и любом другом рукоделии. Всем привет! Меня зовут Софья. Я вас приветствую на канале АУКАРА и сегодня я приняла решение поделиться с вами очень большим и чудесным секретом и пригласить вас в увлекательное путешествие. Дело в том, что я очень много лет вышиваю мандалы. Это дизайн и шателайн. Я сейчас сижу на фоне двух из них. Не сказать, что это две мои самые любимые, просто они лучше всего смотрятся сегодняшним питерском хмуром полдня. Я выяснила очень полезную особенность. Дело в том, что если загадать желание, то мандалы его обязательно исполняют. Согласитесь, что за восемь проектов уже стало бы понятно, если бы это не совсем так, но действительно, видимо, мандалы каким-то образом гармонизируют происходящее вокруг тебя и помогают осуществить настоящее твоё истинное глубокое большое желание. Я думаю, что в двадцать первом году каждому из нас понадобится проверенный способ, чтобы добраться до заветной мечты. Я прям в этом уверена. Я хочу, чтобы как можно больше людей не боялись прикоснуться к своей хрустально-вышивальной мечте, украсили свой дом просто жемчужиной вышивальной работой, жемчужиной коллекции, которую вы повесите с гордостью в гостиной или в другом месте, который вы считаете сердцем дома. И чтобы, если вы хотели достигнуть какой-то определенной вершины мастерства, то я тоже могла вам помочь, если вам такая помощь понадобится в этом процессе. Я вас приглашаю принять участие в совместном отшиве Мандал дизайна Мартина Вебер или Шитлайн. А еще для вдохновения, для того чтобы на подобные дизайны можно было посмотреть поближе, я вам решила добавить свои фотографии уже отшитых мной работ. Надеюсь, они вас вдохновят на участие в нашем проекте. Добавил субтитры Алексею Дубровскому 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 Дубровск Если вы не знаете, что такое пиксель-арт, обязательно изучите. Это безумно интересно. Не буду вам супер рассказывать много, потому что мне хочется, чтобы вы тоже сами это все открыли для себя. Но если кратко, то это схематичное изображение маленькими кубиками, которое дает классную картинку пикселями, получается. И художники пиксель-арта видят в этом определенную красоту, изящество, и оно действительно там есть. И, конечно, вышивка крестиком, алмазная, мозаику. Это, конечно же, тоже классический пиксель-арт. Мне кажется, что дизайн Мартины Вебера – это просто верх тиксель-арта, потому что это фрагментарное повторение узора секциями. Это очень похоже все на фракталы, на снежинки. Это высшая степень гармонизации. И мне кажется, если бы Вселенная с нами вдруг решила поговорить, она бы нам присылала какие-то вот такие блестящие QR-коды с кристаллами Сваровски, с очень красивым металликом и гармоничными подобранными цветами. И именно таким образом, как мне кажется, если бы вдруг Вселенная бы хотела со мной изъясниться, она бы изъяснилась. Надеюсь, что я не пожалею, что я с вами этим поделилась. Я совершенно спокойно отношусь к эзотерике и какой-то мистике. Не очень к этому склонна. Но, тем не менее, мне кажется, что мандалы Мартины Вебера – это одна из самых красивых вещей в мире, которую я, в принципе, встречала. Наравне со снежинками и прочими фрактальными изображениями. И вот всем тем, в чём есть невероятный порядок, геометрия, какой-то свой строй. Надеюсь, я смогла передать свою мысль, чтобы она была максимально нестранной. Потому что, когда люди говорят о космической гармонии, обычно, ну, я так думаю, ну, не знаю, не знаю, не уверена. Я это всё рассказала к тому, что я верю, что если ты вышиваешь такой дизайн, который, с моей точки зрения, является вообще чуть ли не моделью какого-то вот высшего разума, да, каким-то вот откликом, то, безусловно, при правильном настрое мыслей ты сможешь найти путь и способы, чтобы реализовать своё желание, мечту, даже если это супербольшая жизненная сложная штука. Поэтому я хочу поделиться с вами своим опытом, хотя мне, конечно, очень страшно. Я могла бы посмеяться над этим человеком, если честно, но... Ну и ладно. Я думаю, что... Ну и ладно. Зато наверняка найдутся люди, которые думают, как я, или похожим образом, и они смогут использовать этот инструмент и реально реализовать свою большую мечту, которая до этого не получалась. Если отличься от всей этой очень путанной и пространной идеи, которую я сейчас стараюсь изложить внятную, то есть я составила чек-лист для того, чтобы вы могли понять, подходит ли проект для вас, может ли он вам быть интересным. И не... Я знаю, что большое количество людей имеет в запасах мандалы. У вас уже лежат купленные наборы, но вы их не начинаете. И для меня это вообще преступление. То есть мне кажется, что нет, так нельзя делать, надо срочно всё бросить вышивать в мандалы. Ну, конечно, вышивачицы ведь не... Но также я решила изучить, а что, собственно, людей останавливает от такого логичного и разумного шага. Я опрашивала много вышивающиц, они мне назвали более-менее схожие причины. Я сейчас с вами ими поделюсь и расскажу, если это ваши причины, то как наш проект сможет вам помочь. Одна из самых распространенных проблем, почему вышивающицы не берутся за мандалы, они боятся инструкции. Действительно, для того, чтобы разобраться в первой инструкции по мандале, вам понадобится большое количество терпения и желания. Конечно, в рамках нашего проекта я буду помогать это делать как в общем. То есть я буду переводить какие-то общие куски, которые касаются всех мандал, и рассказывать про них, про особенности вышивки. Так и частные, если вы вот все понимаете, а вот тут не понимаете, вы мне, конечно же, сможете написать, сказать, Софья, ну что это за ерунда? Я скажу, ну, конечно, я с этим сталкиваюсь в 2003 году, сейчас я тебе ночью жить и все расскажу. Более того, скорее всего, к нам в проект придут несколько опытных вышивающиц мандал, не одна, я такая самая умная. И, конечно, я их попрошу тоже по возможности консультировать. Поэтому по поводу инструкции можно не бояться, я уверена, что смогу помочь разобраться с ней всем. Также многие вышивальщицы боятся материалов, боятся равномерки, боятся шелка, шелка ручного окрашивания, боятся металликов и даже пришивания бисера. Я изучила достаточно много всяких форумов и материалов по тому, как работают люди с этими материалами. И это не только вышивающицы мандал, то есть я и полезла к золотошвеям и к тем мастерам уже, которые вообще к вышивке крестиком не имеют отношения, они скорее имеют отношение к имбродере, то есть к вышивке такой более глобальной. Много изучала именно по технологиям, по вопросам училась у очень крутых мастеров, уже взрослых тетенек, которые вышивают по 30-50 лет. Я смогла взять от этих учителей полезное для нас с вами. И, конечно, я вам это расскажу, потому что я хочу, чтобы мир стал лучше. Еще многие вышивающицы боятся что-то испортить. Вот это мое самое любимое. Ничего в жизни бы, конечно, не портили ни разу. В жизни вообще никогда. И всегда это было непоправимо. Непоправимо можно испортить, переходя дорогу в неположенном месте что-то. А остальное все нитки можно докупить, ткань можно поменять, перешить. Если вы где-то глобально ошиблись и морально не готовы это исправлять по задумке дизайнера, подумать, как это можно исправить. И сделать это по-своему, сделать свой уникальный дизайн. У всех так, а у вас вот так. Обыграть это. Все поправимо. Из всего можно извлечь плюс. И превратить это как раз в свою уникальность, изюминку. И, в общем, я уверена, что если что-то с вами случится в этом пути, то благодаря нашему коллективу по вышивке и единомышленников вы сможете, конечно же, обязательно придумать какое-то решение. Когда ты один на один сталкиваешься с тем, что у тебя вся мандала на две клетки не сходится, это одна история, когда нас много. Ну, во-первых, скорее всего, кто-то заметит такое до того, как это будет непоправимо. А во-вторых, ну, обычно коллективное творчество в таких случаях гораздо приятнее, чем индивидуально. Какие вышивальщицы боятся, что нельзя работы стирать? Конечно же, если я вышла 8 мандал, то я об этом подумала, я с этим столкнулась, я уже ошиблась. За вот это вот, нет, извините, здесь же зеркальность. Вот это мандала полиняла, например. Первая, это была шестая по счёту мандала, и она у меня полиняла. Как вы видите, она есть в кадре, а в рамках нашего совместника я потом отдельно про это расскажу, и вы будете тоже знать, как так может быть. Ну, как видите, с ней всё в порядке. Она вот у меня даже представлена в таком важном видео. Ещё есть группа страхов, которую я объединила как непонятная, иррациональная. Многие люди вообще, в принципе, мне кажется, это определённая боязнь успеха, что ты начнёшь такой классный, сложный дизайн, у тебя всё получится. То есть они не могут сказать ничего конкретного. Это, конечно, тоже интересное явление. Если вы не можете сформулировать, почему вы не начинаете имеющийся на руках набор от Шиплайн, который, все мы знаем, сколько стоит, ну, подумайте, может быть, наш проект как раз хороший для вас шанс, чтобы перестать откладывать такое увлекательное, интересное путешествие, здоровский проект. В общем, вы пока подумайте, а пока проверьте чек-лист, нужен ли вам наш проект. Первое. У вас есть один из вышеперечисленных страхов, и набор уже лежит. Мне кажется, проект для вас просто создан именно для вас. Второе. Вы всегда хотели попробовать, но почему-то откладывали на потом. Ну, в общем, я не знаю, когда потом я ещё соберусь, чтобы стартовать такой проект, соберусь ли. Вам хочется общения с единомышленниками, теми, кто горит такой же идеей и мечтой, как и вы, и действительно, вот по моим наблюдениям, люди, которые вышивают схожие дизайны, имеют и что-то общее схожее. Второе момент, что это будет общение с единомышленниками без осуждения. Существует очень распространённый миф, что мандалы – это супердорого, и мы не можем себе это позволить. Но по цене набор мандалы получается сопоставим. В общем, я посчитала в своё время. У меня получилось, что если я буду вышивать в это время дименшиус, то есть я там, например, условно говоря, мандалу вышиваю за полгода. Ну, или за год. Давайте так возьмём. За год, на самом деле. Более реально. Потому что я параллельно ещё кое-что делаю. У меня работа, ребёнок, бизнес, еда, вот это всякое, сон. Поэтому будем считать, что вышиваю я мандалу в год. Но если это большая, типа, такая работа, то тогда, получается, если бы я покупала дименшиус в течение этого года и вышивала его, было бы дороже. Это бы не были коллекционные наборы, это было бы обычное базовое здание. Я бы их купила больше денег, потратила бы на них, чем дизайн Мартина Вебер с полным набором и схемой. Это интересное для меня было наблюдение, которое мой мир немножко поменяло. А потом я узнала о существовании примитивов, которые шьются там по 10 тысяч крестиков тоже, шёлками ручной окраски, там по 40 мотков. Я поняла, что, в общем, нет предела совершенству. И финансовая часть, безусловно, важна для нас. У нас будут в проекте вышивальщицы, которые будут делать вышивки мандал подбором. Ну, я так думаю. Пока ещё я не буду ничего объявлять. Я просто предложила, я знаю, что люди так делают, что у них получается классно. Я им предложила участвовать с нами в проекте. Я не знаю, будут ли они в результате участвовать пока, потому что я тоже не хочу навязываться. Но если они будут, это будет классная помощь для тех, кто хочет попробовать вышивать мандалы подбором. Также этот проект создан для вас, если вы новичок, и вам сложно одному начать с этим всем разбираться. И я помню, сколько я прочитала форумов, сколько я посмотрела видео, изучила мастер-классов. В общем, это требует очень много времени, особенно на старте. Этот проект подойдёт тем, кто опытный вышивальщик, и вам есть чем поделиться, что рассказать. Это тоже здорово. Вы сможете это сделать в доброжелательной атмосфере, и ваши знания, действительно, они помогут людям. Это очень здорово. Так. Также проект подойдёт для тех, кто хочет шить подбором. И вы сможете, опять же, общаться с единомышленниками. Может быть, у кого-то будет такой же дизайн, но с оригинальными нитками. Он может по палитре, там, DMC, например, что-то посмотреть, что-то подобрать и так далее. Как-то вас проконсультироваться. Люди могут поделиться с вами мнением. Ну, то есть, это тоже вполне интересный опыт. Я лично не рискую шить подборами, потому что, как я уже говорила, что мне кажется, что у Мартины Вебер, ну, или Шотлайн, да, оговоримся, у неё реально какая-то связь с космосом. Она видит вот идеальную картинку. Я ей полностью доверяю, как дизайнеру. Но, безусловно, есть люди более творческие, чем я, которые будут шить подбором, и у них классно получится. Я вообще в этом не зомневаюсь. Давайте расскажу вам про формат. Прежде чем переходить к формату, я решила вам показать ещё немного фотографий. Это уже фотографии Елены Орловой. И мы чуть позже будем гораздо больше о ней говорить. Вы узнаете о том, кто это, и почему она разрешила нам использовать её фотографии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Чтобы они были прям в идеально равных условиях Но мне кажется это неправильным В общем надо подумать На самом деле По этому поводу И пока это только приглашение В совместный проект Но в будущем я постараюсь Продумать правила и прописать их Чтобы не было конфликтов Всего будет до 30 отчетов Да, то есть у нас получается раз в две недели это 24-26 отчетов в год, плюс еще какие-нибудь там мы обязательно сделаем промежуточные, типа полугодовой или еще какой-нибудь там праздничный, ну, посмотрим. Можно будет два раза пропустить вообще без санкций или выполнить творческие, и тогда вы попадете... Ну, то есть я планирую сделать два пула вышивальщиц, это те, которые со мной пройдут через весь год, и те, которые к нам присоединятся позже или закончат раньше, то есть если, например, вы уже вышиваете мангл, решите к нам присоединиться, ну, классно, мы будем очень рады, потому что у вас уже есть какой-то опыт, вы уже что-то преодолели. Вот, поэтому мне хочется, чтобы у нас призы получили возможность выиграть все категории, но чтобы эта возможность была распределена. И для тех, кто будет пропускать, ну, по каким-то там своим причинам прям совсем-совсем отчеты, я буду давать возможность делать творческие задания. Ну, посмотрим, я что-нибудь обязательно интересное для вас придумаю, чтобы, во-первых, вышить было проще, а во-вторых, чтобы это было интересно. Вот я, например, сейчас манглу Вена от Шоттелайн, и я сейчас полезла читать, там изображен кафедральный собор, я полезла про него читать, я пропала на трое суток, потому что там так интересно. И если вышивальщица будет пропускать конкретно вышивальный отчет, и если она подготовит какой-то творческий материал, да, для нас, чтобы мы что-то узнали новое классное под вышивку, она даже огонь будет просто. Также я очень хочу заиннексовать две категории. Существует костяк опытных вышивальщиц мандал, и существует костяк неофитов и новичков. И эти два слоя вышивальщиц вообще друг с другом плохо соприкасаются. Например, вы можете пойти на форум девичника, где просто кладезь информации, там просто собрано всё. Я вот приглашала к нам для участия Лену Колодину, я уж не знаю, согласится она или нет, но её отшибы попали даже в галерею дизайнов в Шоттелайн. Я чуть позже расскажу о том, что это за проект. Но если вы новичок, и вы пойдёте на девичник, вам будет сложно найти информацию релевантную конкретно к тому, что вот вам нужно в сию секунду. Вы можете, как я, потратить несколько месяцев и прочитать просто тупо весь девичник, потом прочитать тупо весь живой журнал, а потом, если у вас есть английский, пойти в группу на Фейсбук и тоже там её всю прочитать. Я это всё сделала, например. И я понимаю, что так делают не все люди, слава богу, поэтому я как раз за общение более опытных вышивальщиц, которые много что знают, и более молодых, которые могут принести какой-то движ, придумать замены, там то сделать, это сделать. Вот. Это на самом деле здорово, мне очень нравится, я хочу в нашем проекте постараться это объединить. Я посмотрю. Ну, я уверена, что должно получиться, но посмотрим, как получится на самом деле, так ли, как я это представляю с сегодняшней точки. Ещё очень сложный момент, про который я не знала, как говорить, но я всё-таки думаю, что это важно обозначить, что я не приглашаю в проект тех людей, которых нужно супер мотивировать. Ребят, мы взрослые люди, ну, я не буду бегать за вами с лопатой, угрожать вас, что я выкину из проекта, или ещё чем-то таким заниматься. Мы занимаемся все с вами хобби, я вообще никак материально этим не заинтересована, я это делаю просто по фану, для того, чтобы... Ну, я рассказала, зачем я это делаю, по-моему, более подробно, чем даже было нужно, да. Поэтому давайте сразу договоримся. Я согласна вас мотивировать, я согласна вас поддерживать, 10 раз читать с вами инструкцию, пока вы не поймёте. А если вы не поймёте, записать вам минутный мастер-класс, и вы всё поймёте. Я согласна вас утешать, я согласна вам придумывать, как помочь, я согласна вас мотивировать, но я не согласна стоять над вами с палкой и говорить, я тебя выгоню в проект, а почему ты не прислал отчёт, ну, вот этим всем заниматься. Я не вижу в этом смысла, человек или заинтересован, или нет. Мне кажется, что само участие в нашем проекте, это, в принципе, очень интересно, и я вообще за добровольную любовь к жизни. Вот, поэтому это важный момент, давайте просто оговорим правила и будем по ним жить. Ну и плюс у нас такие классные призы ждут в конце. Я сейчас пока не буду делать никаких громких заявлений, но я уже знаю, что я договорилась с представителями Аукара Шоп, о том, что они нам предоставят, возможно, бестеневые лампы или лампы лупы, посмотрим. Я договорилась с фабрикой Омник, о том, что они нам что-нибудь предоставят. Но пока мы с вами будем смотреть, сколько наберётся участников, какой будет состав, как мы стартуем, во-первых. Во-вторых, я ещё хочу поговорить с одной багеткой. Если вы думаете, что вы можете выступить нашим спонсором, то, пожалуйста, тоже свяжитесь со мной. Я думаю, что проект должен классно получиться. Я думаю, что само желание вышить мандалу должно мотивировать человека, а я, как ведущий проекта, должна стараться помочь вам это сделать. Но ни в коем случае не беру на себя обязательства вас гонять, быть злым учителем. Нет, это не моя сфера ответственности, в общем. А сейчас я для вас вставлю фотографии отшива альпийского садика. Это один из любимых садиков многих вышивальщиц. Он очень изящный и простой, на самом деле, в отшиве. Пожалуйста, если вам нравится это видео, то оторвитесь ни минуточку от вышивки и поставьте нам лайк. Мы все очень стараемся. А после того, как вы поставите лайк, я вам сразу расскажу, как можно вступить в наш проект. Спасибо. 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 Так, как надо вступить? Если вам вообще все понравилось, что я рассказала, а я надеюсь, что это так. Как вступить? Надо заполнить анкетку. Под видео будет ссылка на гугл-форуму. Смело заполняйте. Мне кажется, что там все понятно. Если что-то непонятно, пишите мне ватсап. Я в форуме постараюсь не забыть написать ватсап смело. Тех, кто заполнит анкету, я сразу включаю в группу ватсап. Вы можете уже начинать вышивать с нами мандулу. Вам не нужно ждать старта в январе или феврале. Я еще не решила, когда у нас будет большой старт. Если вы уже в процессе, замечательно. У нас сейчас в чате уже два участника. Там есть я и Татьяна Славина. И я уже, вы не поверите, уже принесла пользу, потому что Таня скинула мне фоточку. Там буквально у нее отшита самая сладкая маленькая серединка. Вот эта вот с кристаллами. Я смотрю, а там радостский стежочек в одну ниточку. Я говорю, Таня, давай вместе почитаем инструкцию. Потому что обычно Мартина дает эти стежки в две-три нити, чтобы они были пухлые. Знаете, как такие вот горочки, котятки такие. Их прям вышишь в три нитки, а потом гладить хочется. Потому что это очень красиво. Особенно если воспользуешься Lane Tool. Ну, стежко-укладчиком. Просто в разной модификации такой. Более шикак. Ручка выглядит этот прибор для укладывания. Особенно если этим воспользуешься, то стежки получаются просто хорошенькие. И я провела много времени за тем, если честно, что гладила эти стежочки. Потому что они очень хорошие. И я вижу, что у Тани они в одну нитку. Не в перле. Просто шок. Так не должно быть. Мы полезли в инструкцию. Выяснилось, что да. То есть я даже не читая инструкцию, смогла ей помочь. Я не знаю, было ли у нее время и желание пока перешить. Или она решила так оставить в своем авторском прочтении. Но я уже безумно рада, что у меня уже получилось помочь человеку. Так что приходите к нам в чат. Мы будем вместе вышивать. Первый отчет уже конкретно почему-то вышитому будет, я думаю, что в конце января. Потому что в течение декабря и января мы будем собирать вступительные заявки. Я говорю о их форму и содержании. Ну, скорее всего, если вы введете какой-то Инстаграм или Ютьюб, ну, я попрошу вас там сделать, конечно, вступительную заявку. Конечно, мне хочется, чтобы о нашем проекте узнало как можно больше людей. Я думаю, это понятно. Если у вас еще пока нет набора, не волнуйтесь. Смело его заказывайте. Вы можете уже заполнить анкету. Написать, что вы планируете купить набор сейчас, в январе, в феврале. Заложите, что он будет к вам приходить в течение нескольких месяцев. Вполне такое может быть. Последний мой дизайн, что лайн я заказала уже в пандемию в марте, а пришел он на меня в мае. И, да, так что не так все сразу происходит. Но я думаю, что сейчас у European Cross-Titch Company, это магазин, я в него тоже дам сейчас ссылочку, сейчас расскажу все отдельно. Хозяйка Синди в основном зашивается в ноябре. У них большой сейл и идут распродажи. А в декабре и в январе они уже побыстрее выполняют заказы. Я обычно заказываю как раз в декабре, и мне приходит все в январе-феврале. Так что вполне можно сейчас заказать набор, написать мне об этом. И я вас включу в команду, я вас включу в чат, вы уже сможете общаться и готовиться морально. И плюс я уже начну сейчас выкладывать материалы по, ну там, перевод базовой инструкции и так далее, вот такого типа. Так, и еще давайте я расскажу еще про три ссылки, которые я вам дам, чтобы вы могли вступить в наш проект, если вы вообще ничего не знаете о дизайнах Мартины Вебер. Во-первых, существует галерея отшивов дизайнов, ее создали инициативная группа вышивальщиц на фейсбук, это англоязычная группа, но туда попало очень много отшивов русскоязычных мастеров. И Украина, ну, Украина, Россия, Беларусь. Огромное количество мандал, больше 60, отшила Галина Орлова. И когда вы будете искать фотографии каких-то дизайнов, скорее всего, вы найдете альбомы Хелена Орлова или Елена Орлова. Она, это ее дочь, которая взяла на себя, слава богу, труд и силы и время для того, чтобы сделать подробнейшие фотографии всех дизайнов, которые вышивала ей мама. И они есть в этой галерее, на которой я ссылочку дам внизу в описании к видео. И вы можете пойти и посмотреть детально, как выглядит дизайн Мартины Вебер. Вообще все-все-все, какие есть, практически все дизайны, которые выпускала Мартина, там есть фотографии отшивов того или иного качества. Но про Елену Орлову и, соответственно, Галину Орлову нужно знать, что Галина Орлова, конечно, вышив 60, больше, чем 60 дизайнов, я не могу точную цифру узнать. Я ее пыталась выяснить, но, в общем, они сами по-моему не знают сейчас пока. Конечно, она многое заменяла, то есть, вот, например, она тоже вышивала вот этот дизайн, что и я, и он выглядит немножко по-другому. Поэтому, когда вы будете смотреть отшивы, надо быть готовым к тому, что у вас, возможно, что-то чуть-чуть будет по-другому. То есть, картинка в целом, скорее всего, будет такая же, может быть, другие цвета, другие кристаллы, другой шок. Вот, эта особенность касается конкретных дизайнов Елены Орлова опубликованных, мама вышивала Галина Орлова. Это вы должны знать. Также обязательно найдите фликер Елены Орловой, я дам ссылочку тоже внизу в описании. Там конкретно работа, которой вышла ее мама. Не вообще все дизайны Шетелайн, которых, ну, почти там, ну, будем считать, 200 штук, а именно те, которые вышла ее мама. С того, как вы посмотрите галерею, определитесь, что вот он, ваш дизайн мечты, хотя, на самом деле, я не знаю, кем надо быть, чтобы быстро определиться, какой дизайн вам нравится больше всего. Вы идете на следующий сайт, это Шетелайн Д, ссылочку, конечно же, внизу вы найдете. Я хочу рассказать про то, это дизайн, которым сейчас занимается Мануэла Вебер, это дочь Мартины Вебер. Мама, к сожалению, автор дизайна умерла, и ее дочь, слава богу, продолжила ее дело, продает ее схемы. Уж не знаю, будет ли она что-то самостоятельно выпускать и разрабатывать. Я думаю, что вряд ли, но, по крайней мере, спасибо, у нас есть возможность эту схему купить. Вот, туда вы идете, покупаете схему, в среднем она стоит около 40 евро, от 20 до, пускай, какие-то, по-разному, смотрите. И потом вы идете, если вы решаете вышивать не подбором, а набором, вы идете на European Crustich Company, это контора, которая официально сотрудничала с Мартиной Вебер, с ними я работала очень много лет, вот уже там 8 с 8 года, получается, 12 лет, я у них покупаю что-то, и пока все приходит, пару раз было, что не хватало какого-то бисера, ну, в общем, все решается в рабочем порядке, ничего страшного там, ну, не происходит. Естественно, когда у тебя 100 комплектующих в наборе, то что-то может пойти не так, даже если у тебя дабл-чекинг, и ты, ну, все перепроверяешь 10 раз, это нормально. В... Все необходимые кристаллы и ткань. Если к дизайну нужны еще нитки DMC, то они включены туда не будут, вы их докупаете самостоятельно, как вам удобно. Если что-то есть в ключе, но этого нет в этом... В наборе там это будет отдельно оговорено. Например, для мандалы Ивена, которые я сейчас вышиваю, нету 259-й ниточки Пикабубинг, потому что, как пишет Синдия, хозяйка магазина, она синтез-производство. Я купила на шелковой нити, счастлива, как слон. Ниточка прекрасная, вышивается, как любит Мартина, там три крестика справа, в углу. В общем, очень нужна эта ниточка, я ее купила, я счастлива. В принципе, там по нитям все понятно. Вы, если хотите, можете купить фулкет. Я рассказала, что в нее уходит. Вы можете купить этот набор без ткани. Многие вышивальщицы меняют лен на равномерку хлопковую. На ней лучше ложатся стежки. Я согласна с этим мнением, сама я вышиваю на дне. И вы можете купить отдельный битпак. Это набор бисера, бусин, стразов. Тут все, что пришивается, все, что с дыбочками. И вы можете отдельно купить набор конкретно ниток. А сами схемы продаются на первом сайте Шатулаймдэ, который я сказала у дочери. Все ссылочки я приложу внизу и постараюсь их подробненько написать, чтобы резюмировать то, что я сказала. Вы можете пока смело заполнять анкеты на участие. Я вас буду приглашать. Но из того, кого вы знаете, я думаю, что, скорее всего, с нами Оксана Дереза будет участвовать. Ну, вот из блогеров я пока не буду никакие имена называть, потому что, ну, как-то мало ли, чтобы там о чем-то поговорили. Посмотрим, время покажет. Но я в целом испытываю оптимизм к этому всему. Если вы не будете с нами вышивать, но вы блогер и вам понравилось о том, чем я рассказала, пожалуйста, расскажите про нас. А если вы не блогер, а просто вышиваешься, тоже, пожалуйста, расскажите о нас. Можно и в Инстаграме, можно и на Ютьюбе, где вы общаетесь, ВКонтакте, в вышивальных группах, Ватсапе и Телеграме. Как я уже говорила в одном видео, на улице можете к людям подходить и рассказывать. Этот проект бесплатный. Он будет делаться на энтузиазме моем. Плюс я приглашаю участников проекта для волонтерства. Ну, конечно, мне особенно в первой сборке понадобится много времени, чтобы все фотографии обработать и смонтировать. Вот, если вы захотите помочь, вы тоже ко мне можете присоединяться. Я буду очень рада и благодарна. И наше общее сообщество будет от этого только процветать. Так что, пожалуйста, смело рассказывайте о нас. Обязательно приходите, если вам подходит хоть один из пунктов, который я повторялась перечислить. Если вам нравится видео, которое я рассказываю, вообще вот что-нибудь вам нравится, пожалуйста, припишитесь от вышивки, поставьте лайк. Это помогает тоже продвижению канала, тому, что он будет рекомендоваться другим людям. И, пожалуйста, обязательно напишите в комментариях свои соображения о том, как было бы интересно и справедливо сделать розыгрыш призов. Они будут достаточно ценными. Я думаю, что их будет что-то как-то много. Ну, посмотрим. Я пока не буду как-то ничего обещать, потому что это не какой-то суперспланированный проект. Рождается сегодня, здесь, сейчас, вместе с вами. Всё. Приглашаю вас. Надеюсь, у вас будет классный декабрь. А я вас вдохновила. Вот. Ой, наверняка забыла кучу всего. Короче, вы, самое главное, напишите ваше соображение про розыгрыш, да, по каким критериям нам с вами надо будет распределить всё. Обязательно поставьте, понятное дело, лайк. И расскажите про нас, если вам это интересно. А вообще, да нет, самое важное, заполняйте анкету, вступайте. Не бойтесь ничего. Я не буду вас ругать, если вы передумаете участвовать. Я не буду вас никак... Ну, я не вижу для этого причины, для каких-то страхов. Если вас что-то волнует, тоже изложите в комментариях. Я постараюсь это учесть, скорее всего, ни о чём-то не подумаю. Фух. Ну, в добрый путь. Надо было мне какой-нибудь гонг шарахнуть. У нас Роман Сергеевич Моссов, он занимается всякими музыками. У него много музыкальных инструментов. Надо было мне с чем-нибудь в конце бэмкнуть для запуска. Ну, ладно. На этой неловкой ноте, которую я, скорее всего, вырежу, надеюсь, у меня хватит тюма на монтаже. Я с вами прощаюсь. Я уже три раза попрощалась. Всё, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok